так всем добрый день сегодня у нас на распаковке вращающийся поднос для фотостудии так вот поставляется такой упаковке внутри упакован поролоне сам поднос то есть бывает разного цвета в данном варианте у нас присутствует черный цвет так есть двух вариантов белого и черного цвета то есть можно приобрести так чем отличается этот поднос ну во первых здесь диаметр 25 сантиметров дальше высота где-то 38 сантиметра так питается 220 вольт есть светодиодное освещение для подсвечивания прозрачных объектов так есть включение выключение то есть включение выключение здесь осуществляется разворот как по часовой стрелки так и против часовой стрелки путем включения выключения тумблера сейчас покажем как это делается на второй тумблер непосредственно включает освещение светодиода так ну не давайте сейчас подключим его и посмотрим, как осуществляется действие. Так, бывает с различными вилками, европейская и американская, японская, китайская вилка. Так, ну и подключим. Так, вот мы подключили. Берем коробку. Так, ну и при помощи клавиш левая включает свет, так, вот он вращает. Включаем свет, выключаем. То есть сейчас движется по часовой, да, скорость вращения 40 секунд, за 40 секунд он проходит полный круг. И вот, как видим, идет в обратную сторону. Да, кстати, производят множественные фирмы данный поднос, крутящийся для фото-видеосъемки. Ну и это NunaName. Но есть, например, Falcon Eyes. Точно такой же поднос белого, черного цвета. То есть отличается лишь ценой. Да, и еще внизу есть прорезиненные ножки. Так, здесь мотор. Ну и у некоторых здесь вот еще стоят батарейки. Ну вот здесь. Либо просто пустой отсек, потому что производят много фирм в Китае. Вообще ощущение, что работает один завод, и на этом заводе производят эти подносы. Единственное, если вам нужен фирменный поднос, то туда ставится фирменное клеймо. Ну, либо лазером нарезается. Ну и присутствует окошко с батарейками. Для того, чтобы был двойной источник снабжения энергией. То есть либо электричеством, либо батареек. Так, и еще выдерживает нагрузку до 10 килограмм. То есть сюда можно установить достаточно тяжелые вещи. Так, ну и давайте посмотрим, что можно сделать и снять при помощи этого столика. То есть по-быстрому. Ну и смотрим. Ну и смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, до следующих видео, распаковок. Всем удачи и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok